Парк культуры и отдыха имени Зернова стал одним из приоритетных объектов благоустройства в нашем городе по результатам голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Выбор в пользу этой территории сделали 26 тысяч горожан. Площадку побольше, потому что когда мы приходим всем лагерям, нам не хватает места. Дорожка, конечно, плохая, как идти вот сюда, вот на Москву. Очень разбитая вся дорожка. Я говорю, конечно, нужно там асфальтик сделать ровненький. Для малышей, наверное, чтобы побольше аттракционов, потому что я вижу только паровозик. Наверное, прогулочную зону около реки. Сегодня пришла, вот я села, просто с удовольствием отдыхаю здесь. Вот, если еще здесь вот новые аттракционные поставят, новые заменят, то это будет вообще шик. Долгие часы общественных обсуждений и споров позади, конкурсные процедуры проведены, подрядчик определен. Долгожданная реконструкция парка имени Зернова официально стартовала. На строительство новых аллей дорожек и входной группы потратят 100 миллионов рублей. Это, конечно, доверие горожан. И их именно такое мнение послужило основой для такого масштабного действия власти, органов местного управления, чтобы ресурсы, которые есть и наши, и федеральные, были задействованы в реконструкции этого парка. Согласно концепции реконструкции, в парке сохранят планировку центральных аллей. Один из основных объектов благоустройства – поймы реки Сатис. К будущей зоне рекреации построят большой лестничный спуск, который будет продолжением центральной аллеи. Будут площадки для отдыха, будут беседки. Будет располагаться и наша водочная станция. Мы надеемся, это будет в рамках предпринимательской деятельности осуществлено. То есть уже понимание есть, и инвестор готов заходить, и надеемся, что он зайдет в этом году. В середине июня начнется демонтаж старых конструкций входной группы напротив стадиона ИКАР. Обещают, что в процессе строительных работ парк будет функционировать в прежнем режиме. Мы планируем начать земляные работы. Незначительная будет валка по центральной аллее деревьев, небольшие объемы. Ну и дальше начнем демонтировать покрытие асфальтное. И планируем начать выполнение покрытия из брусчатки. Всего в парке появится 11 тысяч квадратных метров новой брусчатки. А еще комплексное освещение, ротонда и расширенная стоянка в районе улицы Зернова. Эти и другие строительные работы предстоит выполнить до 27 ноября текущего года. Напомним, что не так давно в парке Зернова была сдана в эксплуатацию детская площадка. На строительство зоны для семейного отдыха потратили почти 20 миллионов рублей. Все работы должны были завершить 15 сентября 2018 года. Но срок сдачи площадки задержали больше, чем на три месяца. И последние объекты доделывали тогда, когда кругом лежал снег. Повторится ли этот печальный опыт с реконструкцией парка, узнаем уже осенью. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова